Особое внимание организаторы выставки уделили вопросам перспектив развития хлопково-текстильного кластера в Казахстане. Сфера легкой промышленности находится сейчас не в самом лучшем состоянии и уже назрела необходимость принимать конкретные шаги и решения. Текстильная швейная отрасль промышленности обеспечивает потребности внутреннего рынка на 10%. Если говорить по обуви, то на 1%. Вот вы представьте, это все остальное, это импортируется вся продукция, начиная от детских пеленок и кончая всеми товарами, которые необходимы для постоянной жизнедеятельности любого человека. Если говорить об этих цифрах, то черта экономической безопасности любого государства составляет 30%. То есть 30% как минимум должны быть товары собственного производства на внутреннем рынке. Вот я вам назвала цифры, это всего 10% и 1% по обуви. Это очень тревожный симптом, очень тревожный. Поэтому задача увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке, ну как минимум хотя бы до 30%, то есть до черты экономической безопасности государства. В выставочном зале в буквальном смысле яблоку нигде упасть. Здесь представлено было все, что имеет отношение к сфере текстиля. От готовых проектов до производства отдельных аксессуаров, например пуговиц и швейного оборудования. Своё оснащение легкой промышленности представили мировые бренды японских и корейских производителей. Причем всю технику желающие могли самостоятельно протестировать. Наша компания занимается под ключ, мы проектируем фабрики, у кого есть желание или какие-то идеи, мы эти идеи вопрощаем на бумаге, делаем бизнес-план и полностью сдаем, оборудуем, учим, обучаем. Ну и как бы сдаем фабрику в том виде, в котором хозяин будет видеть. Под ключ и плюс у нас идет постоянный мониторинг. Фермы представляли также и свою готовую продукцию – носки, футболки, пальто, сумки и даже шляпки. Посетители выставки могли не только детально рассмотреть выставочные образцы, но и тут же увидеть весь процесс производства. В текущем году открываем фабрику носочную на территории специальной экономической зоны. Объем мощности у нас будет 240 парок в день. Заявляем мощность партнеры нашей корейцы, поставщики оборудования компании «Таянг». Здесь присутствует также первый руководитель компании «Таянг», наш партнер официальный. Качество носков, почему выбрали эту компанию, потому что качество европейского стандарта и по цене оно гораздо дешевле, чем итальянское. И в плане отслуживания, в связи с тем, что открыли границу с корейцами, спокойно приезжают наши наладчики, ставят, уезжают. В общем, проблем нет. В рамках выставки прошел и форум, где обсуждались вопросы комплексного плана развития легкой промышленности Казахстана на ближайшую пятилетку, инвестиционные возможности для предприятий и экспорт готовой продукции в зарубежные страны.